Глава региона Олег Кожемяка проверил, как идут восстановительные работы в Оргинском, Кавалеровском и Лазовском округах. Основные усилия дорожников и глав муниципалитетов сейчас сосредоточены на ремонте транспортной инфраструктуры. Наиболее сильно она пострадала в Оргинском и Лазовском округах. Здесь сейчас трудятся сразу несколько подрядных компаний и несколько десятков специальной техники. Мы сейчас вот на нижней точке с геодезистами положил я две двухочковые трубы и спустили в ту сторону. Чтобы больше этот участок не размывал. А сейчас если она пойдет оттуда, она пойдет уже по... Да, 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 я ее поднял хорошо. И перелит туда? Да, 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 совершенно верно. Начаты работы в селе Тимофеевка Оргинского округа, где в июле сошел в селе, разделивший населенный пункт на две части. Только сейчас, когда он подсох, подрядчик смог зайти на объект и приступить к ликвидации сошедших масс. При наличии дождей, сейчас может быть там уже не так много будет дождей, но все равно еще октябрь будет. Вот, то есть нужно подумать, посмотреть. Хорошо? А так вы сейчас эту дорогу проезд делаете, да? Да. Проезд у нас не случилось. В Кавалеровском округе губернатор встретился с семьей, чей дом оказался поврежден вышедшей из берегов рекой. Ну вообще, конечно, для доми-то это... Имущество. Ствол это имущество? Ну да. Окна это имущество какие-то имущества? Имущество, значит, да? То есть часть вы вынесли имущество, правильно? Ну, которое смогли. Которое смогли, а часть не вынесли. Так? Не успели, значит, да? То есть вы полностью попадаете под частичную трату имущества и на сертификат на встретиться дома. В ходе рабочей поездки Олег Кожемяк акцентировал внимание руководителей муниципалитетов на необходимости расчистки русел рек. Сейчас у вас чрезвычайная ситуация. Сейчас фактически чрезвычайная ситуация. Ну, и фактически вы можете заходить, вот смотрю, вода спала же. Надо просто взять разрешение, речка промысловая? Да, она считается. Нерестовая, да? Нерестовая река. Ну, если неерестовая, возьмите разрешение в Росреболовске, в нашем краевом. И начинайте, пока хорошая погода стоит, пока не замерзла, начинайте здесь расчистить русел рек. Также глава Приморья еще раз напомнил руководителям территории о необходимости держать на контроле выплаты пострадавшим гражданам. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.